Национальный университет Одесской юридической академии уже давно стал центром международного сотрудничества. В рамках рабочего визита уже не впервые университет посещает координатор проектов УБСЕ в Украине, посол изданий Хенрик Вилотса. Традиционно он встретился с президентом университета Сергеем Киваловым. Мы всячески создаем условия, чтобы студенты имели возможность слушать ведущих преподавателей, ведущих профессоров и практических работников в той или иной сфере. Вот сегодня как раз и является ярким примером, когда посол УБСЕ находится в Национальном университете юридической академии, встречается с руководством университета, встречается со студентами университета, вручает им сегодня сертификаты, потому что они прослушали целый курс лекций в этой области. Это укрепляет и международное сотрудничество, и это укрепляет те теоретические знания, которые получили наши студенты. Целью рабочего визита посла УБСЕ в Одессу стал новый проект, который касается кибербезопасности. Поэтому основным вопросом на повестке дня стало тесное сотрудничество с факультетом кибербезопасности и информационных технологий, который выпускает востребованных специалистов в IT-сфере. Обсуждали вопросы, связанные с подготовкой специалистов в области кибербезопасности. Очень заинтересованы. Сегодня преступность эта наступает не только в Украине, не столько в Украине, сколько во всех странах, особенно европейских. И мы должны готовить специалистов, которые бы знали хорошо предмет этой деятельности, то есть кибербезопасности. В основном, что я в Украине с Украиной сегодняшний день, что мой офис делает немного тренировок на кибербезопасности и кибербезопасности. И я взял возможность остановиться к этой академии, которой я считаю себя хорошим знакомым. И я также взял возможность поговорить с президентом, с некоторыми профессорами и с некоторыми студентами, которые сейчас говорят о кибербезопасности, что это большая проблема в наших временах. И я рад, что участвовал, что университет уже делает много работы на этом этапе. Сегодня Национальный университет Одесская юридическая академия ведет активную научную, в том числе и международную деятельность. ВУЗ самостоятельно разработал и уже на протяжении многих лет успешно реализует программу преподавания на иностранных языках. На каждой кафедре есть преподаватели, которые читают лекции на английском, немецком или французском. Очень важно то, что наши студенты слушают лекции на английском языке. И у нас почти четверть студентов хорошо знают иностранные языки. И все лекции с первого по шестой курс, я имею в виду министратуру, слушают на английском, немецком и французском языках. И этим самым мы привлекаем ведущих ученых в области международного права, в области избирательного права и процесса. И практических работников, дипломатов, потому что им интересно поделиться своими мыслями с теми студентами, которые владеют иностранными языками. Данной программой заинтересовался и Хенрик Виллацен, который является юристом по образованию. Он изъявил желание читать лекции по темам работы посла ОБСЕ и правовой системе других государств. Поэтому уже весной студентов Одесской юрокадемии ожидает насыщенный курс лекций. Я, как вы говорите, много университетов в Украине, и я был очень впечатлен в качестве университетов. Я не хочу сделать никакого конкурса, но я могу сказать, что у нас есть фантастические университеты в этой университете. Я думаю, что это значит, что иностранные усилия и декоративные университеты, которые созданы в качестве университета. И это, наверное, тоже почему университет так популярно с юристами. Это очень важно, чтобы руководить по примеру. И, очевидно, мистер Кивалов был очень сильным лидером этой университеты. И очень динамичным. И я уверен, что без его личной дедикации и усилий, университет не было, как она сегодня была. Также в ходе нынешнего визита Хендрик Вилацин вручил студентам Национального университета Одесская юридическая академия сертификаты по курсу лекций «Верховенство права и проблем уголовного процесса», прочитанного судьей высшего антикоррупционного суда Верой Михайленко. Это был не большой опыт, потому что у меня факультет прокуратуры и следствия, поэтому эта тема была очень интересной для меня. Также на курсе нам было высвятено практику ЕСПЛ Европейского суду о праве людини, где мы могли бы познакомиться с решениями судов международного стандарта. Мала смогу проведать такой чудовый курс от следственного судья Вери Михайленко антикоррупционного суду. Прежде всего, хочется поблагодарить организаторам данного курса администрации нашего университета, адже нам постоянно даются разные возможности проявить себя и добиться новое знание. Новое знание не только на лекциях и семинарах, а еще и поза университетом. Мы имеем возможность выучить как криминальное право, так и другие галузы права украинской мовы, потому что наш национальный университет, Одесская юридическая академия, обеспечивает нас английскими лекциями, где мы имеем возможность выучить разные галузы права английской мовы. Отметим, что во время предыдущих визитов в Одесскую юридическую академию Хенрик Виллацен ознакомился с работой ВУЗа и был приятно удивлен, что несмотря на сложные условия в стране, вызванные пандемией коронавируса, учебный процесс в ВУЗе был запущен вовремя и проходил с соблюдением всех мер безопасности. Кроме того, координатор проектов ОБСЕ в Украине посетил Центр противодействия коронавируса, который функционирует при университетской клинике Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета. Посол ОБСЕ отметил, что это весомый вклад национального университета Одесская юридическая академия и Международного гуманитарного университета в борьбу с пандемией. Продолжение следует...